Разгребаем место для костра Всем привет! Давно хотел себе коляску 4WD Простую, хорошую, проходимую коляску Без гусениц, без всего И вот, изготовили коляску такую Наконец-таки Я решил ее протестить Для того, чтобы протестить Мы приехали в парк Чтобы узнать все возможности и невозможности Этой коляски Что она может, чего она не может Поэтому Сегодня мы покатаемся И определим все ее способности Плюсы, минусы По техническим характеристикам Коляска обладает четырьмя двигателями По 250 Вт каждая Ширина коляски 65 см Что позволяет ей проезжать в узких пространствах Также на коляске Имеются два пневматических колесика По 100 мм Для езды на заднем приводе Задний привод Предназначен для езды По ровной поверхности В городском режиме Также Становится коляска очень маневренная Что позволяет Хорошо, удобно передвигаться по квартире Также задний привод Потребляет малой электроэнергии Что увеличивает Расстояние Проходимое на заднем приводе В режиме города При выезде на неровные поверхности Переходим в режим 4ВД И спокойно Едем по песку По неровным С тем всяким бордюром, барьером Что мы и сейчас и продемонстрируем 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 Продолжение следует... 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 ждем когда коляска отработает поднялись само то припекает приезжаем к пляжу здесь уже нужно 4 в.д. потому что здесь что-то непонятное мы приехали на берег где будем ее пробовать по песочку даже с возможностью заехать в воду Вау! Блин! Вау! Мне выжиматься надо ехать я носки промочил еще и сел на днище оператор помогай я не знаю на что это наскочил попробуй выдвинуть с доткой носа так вроде сцеровались сейчас попробуем обратно на куст осадил машину по песочку пятаки наворачиваем а по песочку пятаки наворачиваем а разгребаем место для костра супер впереди у нас горка первая попытка была неудачная выдала перегрузку поэтому мы сейчас решили маленько с разгона ее взять и убрать скорость и пробуем преодолели маленько жим-жим и играет но нормально да конечно но зато классно ощущение пипец ну и какое же испытание коляски без грязи конечно же мы нашли грязь и специально попробуем сейчас на ней покататься но сказать чтобы я испытал какие-то затруднения это вообще их просто тупо не было она идет как по маслу ну еще раз попробуй проведем еще раз мы теперь вот еще поместим здесь ее грязь вот жижа спокойно едем вот пожалуйста по переходим на лес по веточкам какие-то веточки тут я их даже не замечаю пожалуйста здесь у нас есть веточки с с ребенка то есть едет даже не думает Спокойно ездим. Я думаю здесь не каждая машина пройдет, где мы спокойно проезжаем. И также грязные колеса, мокрые, подъезжаем к бордюру. Боковой наклон, уклон проходит нормально. По неровностям, какие-то тут выбоины и переходим на щебенку, на крупную щебенку. Ну, идет нормально, мягенько, без проблем заехали. Едем по щебенке, потрясывает маленько, но нормально, ехать можно. То есть, нормалек. Итак, продолжаем дальше, как она себя будет вести на камнях. Едем медленно, специально, чтобы все было заметно. На самом деле проходит мягко и аккуратно. К бордюрам подъезжайте, старайтесь ровно. Кресло отрабатывает. Едьте медленнее, чтобы кресло успевало отрабатывать угол наклона. На самом деле проходит легко и просто, без затруднений всяких. Итак, подъезжаем к бордюру. Высота бордюра 10 сантиметров. Подъехали, спокойно переехали, не замечая. Опускается передом. Ну, 10 сантиметров это нормально. Можно спокойно подъезжать, даже кресло не отрабатывать. 12 сантиметров. К нему подъехали. Можно заблаговременно опустить сидушку. Опускаем сидушку вниз и подъезжаем. И медленно, не торопясь, переезжаем. Сидушку заблаговременно поднимаем. И уже спокойно спускаемся. 13 сантиметров. Подъезжаем к нему. Заблаговременно опускаем сидушку. И медленно, потихонечку проезжаем. Сидушка у нас доработалась. Привела в исходное положение. И мы, маленечко так, вот так вот, спокойно ее преодолели. Подъезжаем к бордюру. Спуск 13 сантиметров. Заходим в меню. Угол наклона. Делаем комфортный угол наклона для такого спуска. И спокойно спускаемся. И продолжаем движение. Итак, по итогам теста выявились как плюсы, так и минусы. Неудобство пользования 4WD при развороте на асфальте. Так как она ест резину, и ей тяжеловато это все равно делать. Но, в принципе, это не надо. Потому что все это прекрасно делается в режиме заднего привода. Для чего он и сделан. И на асфальте вообще 4WD использовать не советую. Ездите на заднем приводе. Ну, думаю, из минусов это все. Основное, конечно, это плюсы. Ощущение езды коляски это что-то. Я не перестаю удивляться этим возможностям коляски. По каким бордюрам, по каким кочкам я ездил, по какой грязи спокойно я преодолевал. Такого я еще реально не испытывал. Хотя до этого были тесты другой коляски. Но вот эта коляска, это вообще ощущение, которое передать невозможно. Двигайтесь, ездите, катайтесь, на рыбалку, на охоту, куда вам угодно. Живите полной жизнью. На этой коляске это реально. Если сравнивать коляску GTS 4WD с гусеницами и вот эту просто 4WD без гусениц, разница ощущается в проходимости. Проходимости в чем? Эта коляска, у этой коляски выше клиренс. За счет этого у нее повышается намного проходимость. По грязи, по песку, по всему такому препятствию она спокойно проходит. Но по лестницам, увы, эта коляска уже не поедет. Так что решать вам, что вам нужнее и важнее. Ездить по лестницам, либо по бездорожью. Также плюсы это проходимость, маневренность. Маневренность в режиме заднего привода отличнейшая. Также движение по городу вполне себе комфортно в режиме заднего привода. То есть переходить на полный привод только для того, чтобы преодолевать какие-то бордюры, препятствия и все. Остальное можно спокойно ездить на заднем приводе. И что еще радует, на заднем приводе, в режиме заднего привода, значительно уменьшается потребление электроэнергии. Так как передние двигателя в этот момент не задействованы и они не потребляют электроэнергию, что очень радует. Но остальные все плюсы и минусы вы сами можете увидеть по видео. А все характеристики данной коляски вы можете посмотреть на сайте Коттервилл. Также высказывайте свои пожелания в комментариях, где бы вы хотели, чтобы я ее протестил, в каких условиях. Но только не в воздухе. Спасибо.